В Свердловской области пик паводка еще впереди. Его ожидают после 19 апреля. То, что половодие в этом году будет серьезным, никто не сомневается. Снега выпало много. Традиционно в зону подтопления на Среднем Урале попадают десятки населенных пунктов, в том числе и в Ирбитском районе. Сюжет Анастасии Гороховой. Мука, так что у нас еще? Соль, яйцо, панки готово. К паводковому периоду Надежда Андреевна подготовилась. Вместе с сестрой они запаслись соленьями и вареньями, подготовили медикаменты и заранее получили пенсию. Ведь уже совсем скоро поселок, где они живут, полностью отрежет от цивилизации. Единственный автомобильный мост затопит водой. Жители к такому явлению привыкли. Это происходит ежегодно. Нас проверили, давление у всех проверили. Так что все стрессоустойчивые. Единственный мост проходит через реку Ницца. Он соединяет поселок Куринский и деревню Куринка с другими населенными пунктами и районным центром. Мост находится в аварийном состоянии и во время паводка скрывается под водой, изолируя тем самым 223 человека от внешнего мира. В крайних случаях спасает только навесной мост. Мост – это единственная нить, которая соединяет поселок и деревню со всем цивилизованным миром. И тяжело больных здесь транспортируем на носилках через этот мост на том берегу машинно-скорой помощи. А вот продукты по навесному мосту в поселок не завезешь. На протяжении трех недель, а столько приблизительно длится паводок, жители питаются тем, что успели завезти в магазины. Уже сейчас провиант спешно доставляют с соседних поселков. В поселок мы везем кондитерские изделия. Там у нас мука, соль, сахар, макаронные изделия, лапша быстрого приготовления, резиновая обувь, болотные сапоги. Поставки товара увеличены вдвое. Тем не менее, этого не всегда хватает. Сейчас вот затопит, если у моста, то значит хлеба вообще не будет у нас. Доставки не будет. Мука завезена, берут муку, сряпают сами. Это бабушки, которые там постареют, может быть хлеба. В фельдшерских пунктах тоже пополняют запасы медикаментов. Большая часть населения – люди пожилого возраста. Ну вот от давления, в основном я показываю, вот от высокого давления. У нас в основном-то только с этим обращаются. Бабушки у нас старенькие, они у нас все уже, так сказать, всем уже поставлены уколы уже заранее. На случай, если затопит не только мост, но и дома, а такое в Вербицком районе уже случалось, спасатели подготовили пять лодок. Ну, эта лодка применяется для поиска людей, для обследования территорий больших, для перемещения в другие населенные пункты, если возникает такая необходимость. Ну и для перевозки людей, потому что она больше по заширюместимости у нее, чем у пластиковой лодки. По расчетам, чтобы построить новый мост, потребуется как минимум 200 миллионов рублей. А чтобы отремонтировать старый – не меньше пяти. Таких расходов в бюджете области не предусмотрено. Поэтому уже 15 апреля, а именно с этого дня здесь ждут большой воды, жители двух населенных пунктов вновь попрощаются с внешним миром.